Малх 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 и раздать вырученные за него деньги частью нищим, частью на монастыри и немного оставить на свои нужды. Узнав о таком намерении Малха, игумен начал выговаривать ему, убеждая, что это дьявольское искушение и коварство исконного врага рода человеческого, искусно, скрытое под образом как будто доброго дела. В доказательство игумен приводил Малху различные повести из книг, начиная с Адама и Евы, соблазненных дьяволом надеждою получения божеского достоинства и зато лишенных рая. Когда же игумен оказался не в состоянии убедить его, то припал к его коленам, умоляя не оставлять своей духовной дружины, чтобы не погубить ему самому себя. Однако Малх нисколько не послушал игумена и ушел из монастыря. Прощаясь с Малхом, игумен провожал его со слезами, точно умершего на погребении. Вижу, чадо, таково было последнее слово игумена к Малху, что ты подпал власти сатаны, о причине твоего разлучения с нами я более спрашивать уже не буду и оправданий твоих не принимаю. Овца, вышедшая за ограду, тотчас же становится пищей волков. Таким образом они расстались. И Малх пошел в путь свой. Недалеко от той пустыни лежал большой общенародный путь из Верии в Эдес. На том пути на путников часто нападали сарацины. Посему путники, предпринимая путешествия, собирались вместе в одну толпу на случай нападения сарацин, чтобы иметь возможность сопротивляться им и избежать плена. Малх тоже присоединился к такой толпе путников, достигавшей числом до семидесяти человек, среди коих было и несколько женщин. Когда они шли вместе тою дорогою, вдруг внезапно к их ужасу явилось множество полуногих измаильтян, вооруженных как бы на битву. Окружив путников, они перехватали их всех до одного вместе с Малхом и отвели в плен. Тогда Малх понял суету прежнего своего намерения и обольщения вражеское, и каялся, что не послушался увещевания игумена, отделился от духовной общины и присоединился к обществу мирскому, и вместе с прочими попал в плен иноплеменникам. Но раскаяние его было уже несвоевременно. Желая прежде наследовать родительское имущество, он теперь сам стал собственностью сарацин. Когда пленники были разделены между варварами, инок Малх достался вместе с некую женщину и одному арабу, который, посадив их обоих на верблюда, быстро отправился с ними в путь. Совершив продолжительный путь через Аравийскую пустыню, сарацыны возвратились в свою страну. Господин Малха привел своих пленников к жене своей и велел им, согласно обычаю сарацинскому, поклониться его жене и детям. Малх должен был преклонить вместе с пленницей главу свою и поклонился своей госпоже. И та приставила Малха к домашней работе носить воду, выметать ссор и исполнять прочие самые тяжелые работы. Так работал Малх за прислушание отца своего игумена, изменив совсем вид инока, ходя по обычаю той страны нагим и по причине солнечного зноя, прикрывая одеждой лишь те части тела, кое и необходимо прикрывать. Потом ему велено было пасти овец в пустыне. И здесь Малх имел одну лишь ту отраду и утешение в своих бедствиях, что редко видел своих господ и сработников. И в уединении, находясь с овцами, вспоминал святого Иакова и Моисея, также некогда пасших стада в пустыне. Питался он сыром и молоком и, пася овец, усердно молился, воспевая псалмы, коим научился в монастыре и в том находил в плену своем утешение благодаря Богу, что то монашеское житие, которое он погубил в своем отечестве, он снова обрел теперь в пустыне. Но коварство дьявола на всяком месте столь изощренно, что нельзя себе и представить, ибо и там, при таковом житии Малх, был найден своим злокозненным врагом. Сарацин, видя, что раб его Малх во всем служит ему усердно и верно, и что скот его все приумножается, размышлял, какую бы дать ему награду за верную службу, и порешил дать Малху в супружество ту самую плененную женщину, которая была привезена вместе с ним на одном верблюде. Призвав Малха, он стал говорить ему о ней, чтобы он взял ее себе в супружество, но Малх противился и говорил, что он христианин, а по закону христианскому нельзя вступать в брак с женою, муж которой жив, ибо муж той женщины был отведен впрямь другим сарацином. Тогда сарацин пришел в ярость и, извлекши меч, хотел умертвить Малха, и если бы тот не поспешил в знак своего согласия обнять шею той женщины, то господин его на том же месте пролил бы его кровь. Когда наступила ночь, монах взял с собой эту женщину в свою пещеру. О том, что происходило там между ними, сам блаженный Малх впоследствии рассказывал следующее. Вместо радости объяла меня скорбь, а вместо утешения тоска мы гнушались друг другом и ничего не смели друг другу сказать. Тогда я совершенно познал всю тяготу моего плена и начал скорбеть о моем иночестве столь неожиданно погубляемом. — До чего я дошел, окаянный? — говорил я, рыдая. — До того ли грехи мои привели меня, чтобы мне уже в старости погубить девство мое и стать мужем чужой жены? — Какую пользу принесло мне, что я и дом, и родители, и женитьбу все оставил в юности ради Бога, если я сделаю ныне то, что презрел с самого начала? — Не за то ли я теперь терплю все это, что, живя некогда в монастыре, я пожелал снова возвратиться на свою родину? Что же мы сотворим, о душа моя? Погибнем ли или победим? Дождемся ли благодеющей руки Божией или убьем себя своим мечом? Возврати внутрь себя меч твой, душа. Нам надлежит бояться более твоей смерти, нежели смерти тела. Посему пусть я буду лучше лежать здесь в сей пустыне, как мученик мертвым, без погребения, и сам буду для себя мучителем и мучеником. С этими словами я поднялся от земли, извлек из ножен меч, который блестел в темноте, и, обратив его острым концом к груди, сказал женщине, «Живи себя, жена, и лучше пусть я буду для тебя мертвым мучеником, нежели живым мужем». Она же упала к моим ногам, восклицая ко мне. Господом нашим Иисусом Христом и с тем тяжким часом заклинаю тебя и умоляю не проливать крови своей ради моей жизни. «Если хочешь умереть, то прежде на меня обрати меч, и, убив сначала меня, убивай потом себя. Ибо я уже решила в душе, хотя бы и муж мой был возвращен мне, сохранить до самой кончины моей чистоту, которой я научилась в этом плену. Я желаю лучше умереть, чем нарушить ее. «Пусть я буду для тебя супругой целомудрия, и между нами да будет общение духовное, а не телесное, так, чтобы господа наши считали тебя моим мужем. Христос же будет знать, что ты мне духовный брат. Тогда господа наши будут доверять нам, если увидят между нами любовь». Я ужаснулся и удивился такому целомудрию этой женщины. И возлюбил ее, и мы заключили условие пребывать вместе в целомудрии. В таковом духовном супружестве преподобный Малх прожил с тою целомудренную женщину продолжительное время. Они приобрели благорасположение своих господ, так что у них не было и никакой мысли о бегстве. Иногда Малх по целому месяцу не был в доме своего господина, как верный и усердный пастух его стада в пустыне. Однажды, спустя уже много времени после своего пленения, преподобный Малх находился один в пустыне и, никого не видя, кроме неба и земли, начал в своем уединении вспоминать свое прежнее совместное пребывание в монастыре с монахами и особенно отца своего игумена, которым он был научен божественному писанию и иноческому житию. Когда он возвратился в имение господина своего и шел к своей хижине, его встретила жена и, увидав его с печальным и смущенным лицом, спросила «Отчего ты так печален?» Малх рассказал ей о своих помышлениях. Она же стала уговаривать его бежать и при этом просила, чтобы он не оставлял ее, но взял бы с собою и отдал бы после в какой-нибудь женский монастырь. После долгого совещания о том они начали приготовляться к бегству, перешептываясь друг с другом и колеблясь мыслями между чувствами надежды и страха. В стадии, в которой пас Малх, были два больших козла. Убив их, он приготовил в путь сушеное мясо, и однажды поздно вечером, возложив надежду на Бога, они вышли из дому и быстро пошли. На третий день, когда Малх и названная жена его на пути обернулись назад, то увидали издали двух сарацин, которые быстро гнались за ними на двух верблюдах и тотчас же поняли, что это господин их гонится за ними по следам, оставленным ими на песке, и пришли в великий страх и помертвели, ожидая, что они будут убиты сарацином. В это время по промышлению Божию они заметили направо от себя глубокую пещеру и вбежали в нее и стали налево при входе, но не входя вглубь самой пещеры, потому что боялись, избегнув смерти, снова подвергнуться ей, ибо в таких пещерах обыкновенно обитали дикие звери или змеи, скорпионы и другие ядовитые гады. И так, боясь смерти с обеих сторон, они стояли в страхе, как бы уже умершие, но при этом они помышляли и то, если Бог поможет нам, бедным, то мы избавимся от смерти, а если Бог не снизойдет к нам, грешным, то пещера эта будет нам гробом. Между тем сарацин с рабом своим достиг пещеры. Связав верблюдов одного с другим, он остановился перед входом в пещеру с обнаженным мечом, раба же своего послал вывести Малха и его спутницу из пещеры, потому что сам хотел умертвить их. Когда раб вошел в пещеру, то прошел мимо них, ибо вошедшему в тень от солнечного света невозможно было увидеть близ стоящих. Раб же громко восклицал с сильными угрозами. Внезапно из глубины пещеры выбежала львица, схватила его за горло и, умертвив, повлекла в свое логовище. Сарацин, видя, что раб замедлил в пещере и, не слыша более его голоса, думал, что двое сопротивляются ему одному, и, будучи не в состоянии от ярости более ждать, устремился в пещеру, свирепо, рыкая от злобы, как зверь. Но львица, услыхав его голос, выбежала навстречу ему, и, когда он достиг беглецов, бросилась на него и умертвила его, волоча мимо них в свое логовище. Малх с названной женой своей долго молча стояли, но, увидав, что львица не возвращается, вышли из пещеры, когда день уже клонился к закату. Увидев стоящих вблизи пещеры верблюдов с запасом пищи и воды они стали есть и пить, потом сели на верблюдов и радостно отправились в путь благодаря Бога. По прошествии десяти дней они миновали ту пустыню и приблизились к полкам греко-римским. Они рассказали все относительно себя начальнику полка, а тот отослал их к месопотамскому воеводе Савину. Воевода купив у них верблюдов и радушно напутствовав их отослал их в отечество. Возвратившись на родину Малх отдал блаженную женщину в женский монастырь, а сам возвратился в свою обитель, из которой некогда ушел. Богоугодно прожив остальное время своей жизни Малх приставился ко Господу, оставив по себе образец целомудрия, чтобы последующие поколения видели, что девственная чистота не побеждается ни мечом, ни пустынею, ни зверями, ибо предавший себя Христу может умереть телом, но духом побежден быть не может, укрепляемый самим Христом Богом, Которому слава вовеки. Молитвами преподобного Малха Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Редактор субтитров Галина Субтитры создавал DimaTorzok